Это чрезвычайно загадочное событие произошло 27 января 1995 года на Американской Антарктической научной станции. Погода с утра не задалась. В небе над полюсом кружил густой серый туман. Полярники приняли его за обычный смерч. Однако время шло, а так называемый смерч не менял формы и не перемещался. Ученые интуитивно почувствовали, что являются свидетелями чего-то необычного. Они решили поднять в небо метеорологический зонд, чтобы попытаться определить природу странного атмосферного явления. Но когда была нажата кнопка «Запуск», хронометр измерительного блока показал тот же день и месяц, но совершенно другой год – 1965. Это означало, что запуск проводился не сейчас, а в прошлом, то есть ровно три десятилетия назад. Все присутствующие переглянулись. Как такое могло случиться? Неужели в аппаратуре произошел сбой? Все было многократно проверено. В экспедиции работают только профессионалы. Ученые пришли в замешательство. Они стали повторять попытки запуска зонда, однако хронометр всякий раз показывал давно минувшую эпоху. Все тот же 1965 год. И только тогда, когда странный неподвижный смерч внезапно исчез, прибор восстановил реальное время. Полярники поняли – произошло что-то неординарное, что заставило их на какие-то мгновения оказаться в прошлом. В августе 1994 года, то есть шестью месяцами ранее странного инцидента с хронометром на американской полярной станции, в водах Северной Атлантики произошло еще более загадочное происшествие. Команда норвежского рыболовного траулера заметила в море спасательный круг с человеком. Когда подошли ближе, то обомлели. Это был годовалый ребенок. Девочка. Изрядно замерзшая, но абсолютно здоровая. Но более всего видавших виды рыбаков обескуражил сам спасательный круг, к которому была привязана малышка. На круге была надпись – «Титаника». Уже на берегу, когда уточнялась личность спасенной, специалисты иммиграционной службы были повергнуты в шок. Девочка оказалась одной из пассажирок того самого «Титаника», затонувшего в 1912 году. В архивных документах сохранилось упоминание, что ребенку от роду было 11 месяцев, когда она с мамой попала на борт печально знаменитого океанского лайнера. С тех пор она не стала старше ни на один день. Что же на самом деле произошло? Человек, исчезнувший 82 года назад, неожиданно явился таким, словно и не было этих нескольких десятков лет. Ответить на этот вопрос официальная наука не решается. Но некоторые исследователи и эзотерики утверждают – это особое явление, и имеет оно свое четкое название – «Врата времени». На самом деле «Врата времени» – это условное понятие, которое может характеризовать некий портал между сегодняшним днем и прошлым или будущим. Одно из двух – исчезали люди, и появлялись в прошлом, и исчезали, и, видимо, появлялись в будущем. Ну, понять то, что они появлялись в будущем, мы да сейчас не можем, это только будущее покажет. А то, что современные люди появлялись в прошлом, а люди из прошлого живут рядом с нами – факты имеются. Первыми наявления «Врата времени» стали обращать серьезное внимание советские и американские военные летчики, которые во времена Холодной войны патрулировали приграничные территории. Вполне логично, что все факты загадочных инцидентов, происходивших во время таких полетов, строго засекречивались. Но все же некоторые данные просачивались. Рапорты о попадании летчиков во «Врата времени» достаточно скудные. 1976 год. Советский летчик-остребитель Виктор Орлов сообщил, что, совершая полет на МиГ-25, своими глазами видел разворачивающиеся прямо под крылом его самолета военные действия, где использовались пушки и ружья 19 века. Специалисты пришли к выводу, что пилот наблюдал битву, происшедшую в 1863 году близ города Геттисберга. 1993 год. Американский пилот Рой Уитман, совершавший полет над штатом Флорида, внезапно увидел, что внизу находится территория, похожая на средневековую Европу. «Я увидел огромный костер, и рядом с ним груды человеческих тел», рассказывал летчик. Возможно, он попал в то время, когда в Европе свирепствовала чума. Еще один летчик военно-воздушных сил НАТО рассказал о том, как вошел в плотный туман, а вынырнул из него в самый гуще воздушного боя, развернувшегося во время Второй мировой войны. Как союзники, так и немцы, по словам пилота, при виде его современного самолета, разлетелись кто куда. Все путешествия длились не более 20 секунд, и летчики совершали их как на сверхзвуковых, так и на дозвуковых скоростях. Специалисты, изучающие аномальные явления, считают, что врата времени – это некий шлюз для перехода из мира реального в мир параллельный. Предположение о существовании параллельного мира было высказано еще в 50-х годах 20-го столетия в США. А впоследствии это доказали несколько ученых Оксфордского университета, работающих в области квантовой механики. И в частности, да, провалились такие эксперименты, просто человек вставил камеру, снимал улицу, ну, скажем, московскую. И наряду с обычной картиной улицы, с людьми, человек получал еще наложение другой картинки, фигуры в балахонах, еще что-то такое, понимаете? То есть такое ощущение, что с помощью визуализации этих областей невидимых спектра мы получали еще визуализацию некого параллельного мира, параллельной реальности. Кстати, гипотезы о параллельных мирах выдвигали и наши соотечественники, в их числе академик Моисей Марков. Он считал, что есть несколько миров, отстоящих друг от друга на кванты времени, в которых последовательно происходят одинаковые процессы. А посему, если научиться переходить из мира в мир, то можно посетить и свое прошлое, и будущее. Другой российский ученый, профессор Пулковской обсерватории Николай Козырев утверждал, что существуют вселенные, параллельные нашей, а между ними есть туннели, черные и белые дыры. По черным дырам из нашей Вселенной уходит в параллельные миры материя, а по белым от них к нам поступает энергия. Исследователи, изучающие различные феномены, связанные с перемещением человека во времени и пространстве, утверждают, что перескочить из реального мира в другой непросто. Параллельные линии, как известно, не пересекаются. Но есть определенные районы этих линий, где граница истончается. И там как раз и могут находиться так называемые места переходов. Есть места переходов, которые действуют практически постоянно во время каких-то неизвестных нам факторов, неизвестных сочетаний, неизвестных физических воздействий. Одним словом, есть наверняка патогенные аномальные зоны, где переходы в другие пространства и измерения могут происходить в любой момент, условно говоря, круглосуточно, 24 часа в сутки. Одну из таких аномальных зон, где находится так называемое постоянное место перехода из реального мира в параллельный, исследователи называют остров Барсакельмес на северо-западе Аральского моря. Само слово Барсакельмес в переводе с тюркского буквально означает «пойдешь, не вернешься». Это место с древних времен пользовалось у местного населения дурной славой. А все потому, что на острове постоянно исчезали люди. Причем объяснить причину их исчезновения никто не мог. Пропадали люди вплоть до конца прошлого столетия. Там находилась загадочная советская станция, научная станция, которая изучала полеты саранчи, как ни странно. Одно время у нас в стране очень увлекались созданием не только бактериологического и климатического, и тектонического оружия, но и биологического оружия, такого, как, например, руководимая человеком стаи саранчи, которые могут уничтожать, как известно, целые сотни гектаров за считанные часы. Этот остров, видимо, там находился какой-то вход в другое измерение. Среди местного населения сохранились свидетельства того, что на острове неоднократно появлялись загадочные незнакомцы из неизвестных культур других эпох. В частности, в 1984 году наряд милиции задержал человека, который пытался покинуть барса Кельмес на рыбацкой лодке. Мужчина этот был одет в шелковую одежду красного цвета и разговаривал не то на японском, не то на китайском языке. В результате длительных поисков милиционеры нашли нужного переводчика. Когда начался допрос, переводчик был удивлен до предела. Задержанный говорил на редчайшем диалекте японского языка, который существовал в стране восходящего солнца три столетия назад. В ходе дознания незнакомец поведал о том, что он японец, что родился в 1718 году и принадлежит к императорскому роду. Он также добавил, что путешествовал на корабле по Тихому океану, но попал в шторм и вдруг оказался на берегу острова в Аральском море. То есть там, где его и задержали советские милиционеры. Ученые уверены в том, что этот случай, а также множество подобных, свидетельствуют о том, что на нашей планете существует немало мест, в которых происходят странные вещи. В Москве просто существует несколько таких, так называемых, геопатогенных зон. Они есть, например, в Останкине, само-то слово какое, в общем, если подумать. Вот. В районе Хорошевки это одна из самых тяжелых геопатогенных зон. Те, кто там оказывается, а там бывает, в общем-то, сравнительно мало людей, все они в той или иной степени подвержены этому какому-то воздействию. То есть они приходят туда и чувствуют, что если они как бы не остановятся, а пойдут дальше, то они могут просто исчезнуть. То есть какой-то подсознательный страх держит многих на этой вот границе, не дает ступить дальше. А те, кто ступает дальше, те исчезают. В средневековой Европе те места, в которых происходили пространственно-временные аномалии, назывались ловушками дьявола. Например, на дороге, ведущей в Дрезден, когда-то стоял большой валон, посредине которого было широкое отверстие. Внешне этот камень напоминал ворота. Если верить дрезденским хроникам, которые утверждают, что любой путешественник, проходящий через это отверстие в камне, исчезал без следа, то вполне можно предположить, что это и есть врата времени. В 1546 году городской магистрат принял решение о том, чтобы выкопать рядом с этим валуном глубокую яму, после чего свалить туда колдовской камень и засыпать его землей. Но это не помогло. Говорят, люди пропадают там и сейчас. А при этом исследователи уверены, что так называемых ловушек дьявола тысячи и расставлены они по всей планете. У нас в стране, да и в мире тоже, но в стране просто чудовищная статистика исчезновения людей. У нас исчезают, по-моему, 12 тысяч человек в год без следа. То есть не тех, которые найдены, а которые не найдены. То есть я считаю, что часть этих людей может переноситься в другие миры и смотреть на нас из будущего или из прошлого. Многим все-таки удается возвращаться. Сицилийские хроники за 1753 год рассказывают о том, что в небольшом поселении Такона во дворе заброшенного замка буквально растворился в воздухе ремесленник по имени Альберто Гордоне. Причем случилось это на глазах изумленных свидетелей. Почти три десятилетия спустя Гордоне появился на том же месте, на котором пропал. Он был крайне удивлен расспросами людей, где был. При этом признался, что попал в какой-то странный тоннель белого цвета, в конце которого был виден яркий свет. И мужчина отправился именно туда. И, как показалось самому ремесленнику, буквально через несколько минут ему удалось выбраться обратно в замковый двор. Незадачливый ремесленник был обследован врачами, и те пришли к выводу, что мужчина в здравом рассудке и не лжет. Есть случаи, когда люди стойко переносили подобные приключения, но и полностью снова возвращались в общество и в лучшем случае рассказывали о своих приключениях иногда со смехом, иногда серьезно, но тем не менее понимали, что слишком много говорить наверное нельзя, поскольку во все времена за подобные рассказы вообще рассказчикам грозит как минимум сумасшедший дом. Уже почти сто лет исследователи пытаются разгадать загадку ловушек дьявола и перемещений в прошлое. Первым ученым, чей эксперимент в этой области был официально зафиксирован, оказался Альберт Эйнштейн. Правда, согласно летописям, изучить феномен ловушек дьявола люди пытались и в доисторическую эпоху. Так, к примеру, античные философы и древнеегипетские жрецы, алхимики и эскулапы средневековья постоянно находились в поисках способов управления временем. И иногда это даже удавалось. К примеру, в небольшом старинном монастыре в городке Люньен сохранился документ, который датирован концом 17-го столетия. В нем упоминается о некой алхимике по имени Альбрехт, который при помощи философского камня сумел перенестись в эпоху Фридриха Барбароссы и позже составил подробный отчет о своем путешествии в прошлое. Кроме того, существуют некоторые косвенные доказательства того, что в нацистской Германии проводились эксперименты по созданию машины времени. По образу и подобию той, что стала героем пьесы Михаила Булгакова Иван Васильевич меняет профессию. Только в Третьем Рехе к производству такого устройства ученые подходили абсолютно серьезно. Контикс был такой, что в общем-то трезвые люди уже в Германии к 42-43 году уже понимали, о чем идет речь. То есть было понятно, что собственно Рейх уже проиграет и поэтому искались некие новые способы, включая даже самые экзотические, чтобы собственно каким-то образом спасти положение или увести что-то, переместиться во времени возможно. Что касается Эйнштейна, то он, пользуясь разработками другого легендарного физика Никола Тесла сконструировал электромагнитный прибор, с помощью которого в 1943 году сумел удалить из современной пространственно-временной матрицы эсминец Элдридж ВМС США. На самом деле эксперимент носил чисто утилитарный характер. Стояла задача разработать способ, при котором американские военные корабли были бы невидимыми для врага. Для этого на эсминце создали так называемый электромагнитный пузырь, то есть экран, отражающий сигналы радаров противника. Однако в ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке, на удалении в сотни миль. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельфийской базы ВМС в Норфолке обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. То есть человеческие тела вошли в соприкосновение с неживой материи, то есть с обшивкой корабля, с металлическими конструкциями и оказались впаянными, в мороженом. Не хватает просто слов для описания вот этого кошмара, который там происходил. И все это было под наблюдением команды, команды ученых. Последствия эксперимента оказались более чем драматичны. Из всего экипажа, а это 180 моряков, обратно из путешествия во времени вернулись невредимыми только 20. Остальные погибли от ожогов, облучения, поражения электрическим током и разрыва сердца. Впоследствии ученому пришлось уничтожить свой прибор и все чертежи. Существует поверье, что врата времени открываются исключительно под воздействием природных стихий. Гроз, землетрясений, штормов и цунами. Одним из первых письменных упоминаний о данной аномалии относится к 12-му столетию от Рождества Христова. Хранится летопись в пантеоне капеллана и императорского нотариуса Готфрида Ветербосского. В своей работе священник описал одну историю, которая произошла с монахами аббатства Сен-Матия. Они на корабле направлялись к геркулесовым столбам, но попали в ужасную бурю. Когда шторм утих, путешественники увидели, что судно находится в родной гавани. Однако все вокруг сильно отличалось от того места, которое монахи покинули несколько месяцев назад. Люди на берегу были одеты очень странно, говорили непривычно. Когда пилигримы сошли из корабля и поднялись в родной монастырь, то не узнали своего настоятеля. Совершенно другой аббат выслушал историю путешественников, потом просмотрел архивы и обнаружил там имена всех путников. Но запись была сделана 300 лет назад. Неужели обычная буря смогла спровоцировать такое странное путешествие во времени? Исследователи не отрицают такой возможности. Более того, некоторые утверждают, порталы в другое измерение как раз открываются в те моменты, когда землю постигают стихийные бедствия и природные катаклизмы. Такое наблюдалось в Китае в 30-е и 40-е годы, когда там было крупнейшее землетрясение в Нанкине, которое 500 тысяч человек погребло под собой. Именно тогда к этим временам относятся случаи описания исчезновения людей на улицах. То есть бежит какой-то кули с косичкой, везет тележку с пассажиром и он растворяется в воздухе. Всем этим явлением пока нет вразумительного объяснения, только различные предположения. Но кое-какие версии стоят внимания. Например, современные физики говорят, что перемещение во времени возможно благодаря магнитному излучению, которое еще до конца не изучено. Источниками этого излучения являются крупные космические объекты. А повышение солнечной активности, а также аномальные магнитные колебания нашей планеты могут стать причиной того, что врата судьбы будут открываться все чаще для человечества. мира. Вот только стоит ли туда заглядывать? Последствия могут быть непредсказуемы. Поэтому лучше не рисковать и не торопиться пересекать границу параллельного мира, даже если врата времени открыты и манят в таинственное и загадочное пространство. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...